если говорить про 2020 год как вы преодолели все трудности и какими результатами пришли к 2021 мы уже как-то уже практически середине к середине под подходим уже стало традиционным когда говорят о трудностях или каких-то перипетиях всегда вы обращаются китайскому опыту когда говорят о том что все тяжелые времена это всегда находка больше или больше возможностей всегда в этих сложных временах также мы действовали в прошлом году мы достаточно быстро перестроились мы но мы уже до этого интенсивно практиковали удаленный доступ работы персонала у нас персонал по сути дела на сегодняшний момент разбросан там достаточно сильно по российской федерации это томс новосибирск архангельск хабаровск владивосток то есть но очень большая география поэтому для нас это не стало никакой сложностью мы нашли достаточно быстро адаптировались и получили достаточно высокие хорошие результаты по результатам 20 года какие новые категории вы хотите в том числе развивать своих магазинах и какие традиционные категории уже начинают как-то изменять свою структуру и приходится сильные изменения в них признать производить вообще на сегодняшний момент мы не то что хотим развивать а мы новую категорию уже создали и ведем с ней работу в течение последних шести лет сейчас эта категория уже получила общее название это заж и мы к этой категории освоение ее и идеологический подход начали осуществлять пять лет назад мы запустили не только собственное производство которое происходит изготовление продукта пекания в самих магазинах но и торгуем и расширяем линейку уже товаров от поставщиков если сказать по результатам то вот в этом году открывая очередной магазин мы открыли магазин новосибирске и результат этой категории показал 84 процента от товарооборота магазина по сути дела эта категория она уже начинает конкурировать под объемом продаж с такими категориями как фрукты как спиртное поэтому это прямо я очень доволен это результатом по работе с этой категории насколько я знаю ваши магазины в основном расположены вне федеральных ну не в цифру а как бы в регионах и в таких регионах все равно к теме зож уже покупатель поворачивается лицом да он поворачивается он видит он все эти тренды и когда он видит это эти видят что тренды которые есть в окружающей среде он может прийти и покупать магазине он конечно этом очень рад потому что люди когда смотрят допустим какие-то выпуски и видишь туда это есть москве да наверное это есть петербурге но у нас то откуда и для них является откровением когда они приходят смотрят на наши полки что они могут купить это в своем городе как справляетесь сейчас все таки с очень сильным давлением федеральных сетей на ваших регионах какие самые главные секреты приходится применять для того чтобы быть успешными на своих рынках но главный секрет заключается в том что надо думать о своей работе и совершенствовать свою работу и не делать из давления федерала в какой-то фетиш мы основной наш основной наш упор это работа с процессами и оптимизация этих процессов если говорить о результатах вот допустим за три года который результат мы достигли значит это был получается семнадцатый год мы закрывали семнадцатый год с результатом там но 1 и 8 самая рентабельность чистых продаж да мы понимали что с такой рентабельностью действительно для нас очень существенно понятием является так такое как давление федерала и мы на разбирая причины такой результативности работы пришли к выводу что ключевое это даже не цена того продуктов по которых мы или товар по которым мы закупаем от поставщиков а все правительные процессы которые у нас есть сети и за три года работая когда мы это осознали мы составили целый список проектов за три года мы реализовали порядка 340 проектов результат через три года рентабельность наших продаж 7 и 8 процентов то есть вот куда надо смотреть региональным сетям и делать акцент в своей работе как у вас если говорить именно про продажи food товаров в регионах с помощью и коммерс статус именно онлайн канала как здесь обстоят дела какие успехи электронную торговлю мы начали в прошлом году мы запустили в коммерческую эксплуатацию свое приложение в конце ноября на сегодняшний момент вот за этот непродолжительный срок мы вышли на полтора процента продаж через и коммерс от всего оборот торговой сети и мы видим и самое главное что мы нащупали модель который позволяет без огромных капитальных затрат развивать эту коммерцию то есть опять же весь успех и весь весь секрет это в бизнес процесс и в бизнес модели то есть мы ставим перед собой задачу развить до конца года это до 6 процентов это это доля продаж и постепенно двигаться дальше это рентабельно сейчас для вас на сегодняшний момент это не рентабельно но это не приносит нам не накапливает нам убытка то есть по сути дела мы работаем в нулях то есть для нас я считаю это очень большое достижение не накапливать убыток отталкивается от нулевой рентабельности к наращиванию этой рентабельности сколько новых магазинов вы ожидаете которые присоединяются к вам ближайшее время если какие-то уже ожидаемые цифры вы знаете я даже не могу вам сказать какое количество магазин будет присоединяться но от план переговорный который у нас идет на 21 год это 5 сетей которые присоединяются к нам в этом году